Израиль обвиняет Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам в сотрудничестве с террористами. Так, ранняя израильская разведка утверждала, что как минимум 12 сотрудников БАПОР причастны к нападению Хамас на Израиль 7 октября прошлого года. Позднее агентство провело внутреннее расследование и уволило 9 сотрудников. Однако теперь Израиль заявляет, что этого недостаточно. По его новым данным, 450 сотрудников были боевиками в Газе, которые использовали объекты ООН в военных целях. По решению Кнесета, БАПОР будет запрещено работать не только в самом Израиле, но и на территориях под его контролем. «БАПОР просто необходимо заменить. Таково мнение израильского правительства и подавляющего большинства израильского народа. Они должны быть заменены другими организациями, которые не связаны с терроризмом». Однако генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что альтернативы БАПОР нет. Он считает, что агентство является основой всей системы оказания необходимой помощи палестинским беженцам. Несколько стран мира, среди них Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея, также заявили, что помощь палестинцам после этого шага Израиля будет крайне затруднена. Вот что заявили власти США. «Мы совершенно ясно дали понять правительству Израиля, что глубоко обеспокоены этим законопроектом. БАПОР играет важнейшую роль в оказании гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе, которые в ней нуждаются. Это не единственная их роль. Они также предоставляют услуги палестинцам на западном берегу и во всем регионе. Сейчас, в разгар кризиса, их никто не сможет заменить». Само БАПОР обвинение Израиля отрицает. Агентство также активно критиковало Израиль со удары по сектору Газа, некоторые из которых привели к гибели сотрудников БАПОР. Там назвали решение Кнесета опасным прецедентом, который противоречит хартии ООН и лишь усугубит страдания палестинцев. «Это посягательство на все стандарты резолюции ООН, решения международных судов и так далее. Агентство БАПОР незаменимо. Прекращение координации с израильскими властями – это просто огромный удар по нашей способности продолжать операцию по оказанию помощи в Газе, основой которой мы являемся. Вся система ООН и другие международные игроки полагаются на логистические сети БАПОР, на персонал БАПОР, который делает всё необходимое, чтобы попытаться сохранить жизнь населению Газа. Мы являемся основой. Если из тела удалить позвоночник, оно развалится на части». Тем временем, Израиль и Ливан всё ближе к соглашению о прекращении военной операции на севере Израиля при посредничестве США. Хотя Хизбалла и назначила нового лидера после гибели Хасана Насралы и снова обстреляла Израиль 50 ракетами, Израиль всё ближе к выполнению своих целей. По соглашению, Израиль со временем выведет свои войска в ответ на создание условий, которые блокируют поставку оружия Хизбалле. Однако ситуация в регионе далека от мира. Глава корпуса Стражей Исламской революции заявил о невообразимых последствиях для Израиля после обстрела Ирана. На выходных около ста израильских самолётов поразили ключевые заводы иранской ракетной промышленности. Источники издания «Аксиос» даже сообщили, что удары Израиля могли лишить Россию ряда иранских вооружений. При этом на новостях с Ближнего Востока цена нефти снизилась сразу на 5%, поскольку удары Израиля не затронули нефтяные объекты.